Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, однако его воздействия на здоровье всё ещё широко обсуждаются учёными. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня узнаем, полезен ли кофе для организма человека и расскажем, почему не стоит отказываться от него, а также ответим на вопрос, который волнует многих – полезен или вреден кофе для сердечников? Так что досмотрите видеоролик до конца. И, кстати, чтобы не пропустить полезные видео про здоровье, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Польза кофе для здоровья. Только факты. Для современных людей этот напиток стал неотъемлемой составляющей жизни. Кто-то начинает утро с бодрящего чёрного кофе, а кто-то не прочь провести вечер с другом за чашечкой капучино. Однако помимо бодрящего эффекта, кофеин оказывает профилактическое воздействие на ряд заболеваний, при этом может провоцировать и другие. Давайте разберёмся обо всём этом. Кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака. Это одно из самых важных преимуществ кофе. Исследования показывают, что потребление кофе снижает риск развития онкологических заболеваний. Этот благотворный эффект связан с наличием в напитке полифенольных антиоксидантов и противовоспалительных средств, таких как кофеин, кофестол, кахвиол и хлорогеновые кислоты. Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление кофе 150-300 мг в сутки в течение жизни обратно пропорционально развитию первичного гепатоцеллюлярного рака – рака печени. Кофе активизирует работу мозга. С первым глотком кофе мысли в голове проясняются. Легче сосредоточиться на работе. Находятся пути решения самых трудных вопросов. Вы когда-нибудь задумывались, почему это происходит? Кофеины и зёрна содержат кофеин, который является психоактивным стимулятором. Кофеин блокирует тормозные нейромедиаторы, и центральная нервная система активизируется. Вы чувствуете себя более энергичным и сосредоточенным на своей работе. Эффект почти мгновенный. Кроме того, кофе увеличивает выработку адреналина, а он является стимулятором нервной системы, поддерживает нас в состоянии бодрости и улучшает способность концентрации. Клинические испытания показывают, что люди, которые пьют кофе, лучше запоминают информацию. У них улучшается краткосрочная и долгосрочная память. Кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Кофе оказывает профилактическое воздействие на нервную систему и защищает от дегенеративных заболеваний, которые могут повлиять на мозг. Кофеин повышает выработку дофамина, который необходим для защиты от таких заболеваний, как болезнь Паркинсона. Это болезнь пожилых людей, при которой нейроны, вырабатывающие дофамин, начинают отмирать. Употребление по крайней мере двух чашек кофе в день снижает риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, слабоумие и инсульт. Кстати, одна чашка – это 150 мл кофе. Исследователи Института научной информации о кофе утверждают, что употребление трёх-четырёх чашек молотого кофе снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера на 20%. Кофеин препятствует образованию амилоидных бляшек и нейрофибриллярных хлопков в мозге. Это два признака развития болезни Альцгеймера. Кофе – это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Последние исследования утверждают, что регулярное умеренное употребление кофе до трёх чашек в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у здорового человека. Также кофеин нормализует пониженное артериальное давление. Но мы ещё раз хотим подчеркнуть, что этот эффект кофе можно рассматривать только в отношении здоровых людей, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний. А для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями сложилось мнение, что напитки, содержащие кофеин, запрещены. Но это не так. Доказано, что у гипертоников, если они привыкли пить кофе и делают это не в первый раз, а одна-две чашечки напитка, не окажут влияния на повышение артериального давления, а на людей с пониженным артериальным давлением гипотоников могут даже оказывать положительное воздействие. Также существует исследование, в которых говорится о том, что регулярное употребление кофе и крепкого чая снижает риск инфарктов и артмии. Но не следует забывать, что в каждом конкретном случае необходима консультация лечащего врача. Суточная оптимальная порция кофеина, которая не принесёт вреда здоровому человеку, составляет 250-300 мг. Это 1-3 чашки кофе. На одну чашку требуется 6-7 г молотого кофе, 2 чайные ложки без горки. В чашке натурального заваренного кофе содержится 90-130 мг кофеина. Польза кофе для женщин. Четырёхлетнее обсервационное французское исследование с участием женщин старше 65 лет, которые употребляли более трёх чашек кофе в день, выявило значительно меньшее ухудшение функций речи и памяти по сравнению с женщинами, которые пили одну чашку кофе в день или воздерживались от него. Однако в группе исследуемых мужчин таких результатов зарегистрировано не было. Это указывает на то, что пожилым людям, не имеющим противопоказаний по другим сопутствующим заболеваниям, не запрещается пить кофе, а вот количество будет для каждого индивидуальным. Также кофе снижает риск развития депрессии у женщин. Исследователи под руководством Мишеля Лукаса обнаружили, что женщины, которые выпивали 4 чашки кофе с кофеином и более, на 20% реже страдали от депрессии, чем те, кто пил мало или вообще не пил. Это объясняется тем, что кофе высвобождает такие гормоны, как дофамин и серотонин, которые поднимают настроение и создают ощущение счастья. У женщин камни в желчном пузыре гораздо чаще встречаются, чем у мужчин. Это связано с изменением уровня эстрогена, приёмом противозачаточных таблеток, часто более высоким уровнем холестерина в крови. Исследователи провели несколько испытаний с двумя группами женщин. Одни регулярно пили кофе, другие не пили. Женщины, которые регулярно употребляли кофе, имели минимальную частоту появления камней в желчном пузыре. Кофеин снижает количество холестерина в желчи. Таким образом, минимизируя риск образования камней в желчном пузыре примерно на треть. Польза кофе для мужчин. Мужчины, употребляющие кофе, реже сталкиваются с эректильной дисфункцией по сравнению с мужчинами, которые его не пьют, независимо от веса и возраста. В кофе содержатся катехоламины. Они оказывают стимулирующее воздействие на настроение, мотивацию, повышается частота сердечно-сосудистых сокращений и артериальное давление. И повышается выносливость. Но такое воздействие не на всех сказывается благотворно. Поэтому, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше проконсультироваться с врачом. Также кофе снижает риск развития подагры. Подагра – воспалительная форма артрита, которая чаще встречается у мужчин из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме. Кофе помогает удерживать мочевую кислоту на низком уровне, снижая уровень инсулина. Снижает риск образования камней в почках. Камни в почках чаще встречаются у мужчин, нежели у женщин. Одной из причин образования камней в почках является употребление в пищу продуктов с высоким содержанием натрия, таких как консервы и фастфуд. Отличным способом снизить риск образования камней в почках является ежедневное употребление одной или нескольких чашек кофе, поскольку он помогает вывести из организма вместе с мочой избыток натрия и кальция. Несмотря на все вышеперечисленные полезные свойства кофе, многих волнует вопрос, опасен ли кофе для здоровья. Кофеин вызывает привыкание, и употребление более 700 мг кофеина в день – это примерно 5-8 чашек по 150 мл чёрного молотого кофе – провоцирует вывод кальция и магния из организма. Употребление более 3 чашек чёрного молотого кофе негативно сказывается на нервной системе. Кофеин противопоказан людям с декомпенсированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чрезмерное употребление кофеина стимулирует диурез, процесс образования и выделения мочи, что заставляет почки усиленно работать и вызывать раздражение мочевого пузыря. Спасибо за просмотр! А вы любите кофе? И как часто вы употребляете его? Напишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Поделитесь этим видеороликом с близкими в социальных сетях и будьте здоровы!